Нарк Сурвайвл мы продолжаем разбираться с гибридами из модификации Сид Гибридс. В прошлых выпусках как раз посмотрели на 4-й и 3-й класс. На самом деле гибриды, как понимаете, тут представлены в огромном количестве и производятся они очень долго, поэтому всё разбито на много выпусков. И по большому счёту один выпуск сделать было бы крайне сложно, на самом деле просто по времени. Соответственно, у нас с вами сейчас впереди как раз второй тип. Здесь уже на каждую гибриду нужно просто огромное количество ДНК, я не знаю на сколько нам с вами сегодня хватит. Но попытаемся посмотреть, ну если не на всех, то он естественно практически на всех. Давайте начнём с Анкилозавра плюс Ютираноса, то есть это у нас с вами подкласс всеядных. Здесь написано, что он Ферошес, то есть это означает свирепый. На него, как видите, здесь нужен Ютиранос ДНК, и здесь на самом деле во втором классе уже очень на многих нужны дополнительные ДНК. То есть здесь, например, Шерстистого Носорога, в Хищниках у нас с вами, тут конечно не на всех нужно, но вот здесь у нас с вами Зауропод, то есть естественно с Бронтозавров выпадающие по звонке. Здесь Спинозавр и Терезинозавр, дальше идёт Сарказух, и на этих двоих ничего не нужно. В морских у нас тоже в принципе ничего не нужно, но нужно много других как раз. И вот здесь у нас с вами Палпдог, то есть пёсик такой световой, и Бельзебафло, то есть лягушка. Вот это на самом деле тоже очень может быть интересно, но в первую очередь посмотрим на тебя, что ты умеешь делать. Здесь написано, что он может создавать какой-то альфа-эффект с окружающими динозаврами, существами. И может выбрать одного в цель, одно существо, и убить его при помощи других существ. Сейчас, слушайте, это что-то прям непонятно, это нужно сейчас тестировать, то есть как это всё работает. Я ещё хочу сделать любого динозавра четвёртого типа, какого-нибудь самого-самого дешёвого, на которого меньше всего ДНК нужно. Чтобы просто получить ещё один токен, вот такой вот синий, и сделать сегодня пьедестал. Просто посмотреть, что он из себя представляет. Ну я думаю, что в принципе, что-нибудь совсем вот такое вот дешёвенькое. Ну в принципе вот и сойдёшь. Пускай будет ещё один такой птенчик. Вообще, это на самом деле очень странная смесь, анкилозавры и ветеранусы, и прям действительно интересно посмотреть, что из этого получится. У нас с вами есть само существо, седла на него такого нет, а вот, кстати, невыученные почему-то на сороковом уровне. Странно. Давайте сейчас быстренько мытанём на сороковый уровень, может, я ещё кого-то пропустил. Тут они ещё так скрыты на самом деле, то есть, видите, он один-единственный, нет, не один-единственный, их двое вот как раз между этими инграмами спрятались. Соответственно, я мог что-то действительно из-за этого пропустить, но надеюсь, что нет. Ладно, хорошо. Этот уже готов, крафтятся они реально долго, так что мы, наверное, сразу переходим во второй тип и заказываем, ну, например, тебя, это амфибия. А, нет, стоп, тебя тоже нужно выучить. Это странно, почему я тебя тоже пропустил, он такой заметный. Бывает, ладно, ничего страшного. Давайте тоже ставим крафтиться. А тем временем разворачиваем этого красавца. Ну-ка. Это забавно выглядит. Такой шерстистый на самом деле, просто анкилозавр. Я ничего не вижу у него от Ютираноса. И, скорее всего, седло, да, седло сюда идёт с анкилозавра обычного. Огромное количество существ стоит. У нас с вами где-то был здесь анкила. Я просто не помню, куда я его переставил. А, вот он он, всё, нашёл. Да, кстати, этот должен за мной следовать. Давай, пожалуйста, отдай седло. Оно тебе больше пока что не понадобится. И закидываем его вот сюда. Всё отлично, да, подходит. Ну ладно, поехали прокатимся. То есть, во-первых, посмотрим, что ты собираешь. Древесину он не собирает. У нас с вами, кстати, появился прицел, это значит, мы чем-то можем, скорее всего, стрелять. Правая клавиша мыши, он просто рычит, что ли? Описание у него всё-таки безумно непонятное. Ещё раз, левая клавиша мыши, просто укус. Клавиша C. Удар хвостом. X. Ctrl. Ctrl, X. Ничего не даёт. Ещё порой на клавише O есть в некоторых модификациях, но не здесь. Здесь ничего нету. Ты камни собираешь? Да, он собирает кремень, камень, то есть это, видимо, стандартные удары от обычного анкилозавра. Почему у него прицел сделан? Нужно найти какое-нибудь обычное существо. Сейчас попытаемся взять под контроль, если он действительно это делает. Я думаю, что если или рыкнуть на неё, или ещё что-то сделать. Давайте вплотную подойдём. Вот. Да, действительно, смотрите. Мы накинули на неё дебаф. Где-то... Это провокация. Это провокация. То есть окружающие существа должны её атаковать. Возможно. Смотри, изменилась на самом деле подсветка. Ну. Да, 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 да. Всё нормально. Просто дистанция была до неё очень большая. Давай ещё раз провоцируем. Укусим. Вот. А почему меня? В общем, не самым лучшим образом работает модификация. То есть не модификация, а это существо. Но принцип понятен. Да, принцип понятен. В общем, ладно. С другой стороны, он заставляет себя атаковать. Так что даже те же прозавры не будут убегать, а будут с тобой сражаться. Это на самом деле удобно. Но урончик слабоват. Да, урончик, конечно, мне кажется, недостаточно для того, чтобы нормально на него можно было фармить. Но если с собой взять несколько сильных хищников и как раз на нём провоцировать, а они будут помогать в бою, это уже как раз может сработать. Хорошо, с этим товарищем разобрались. Довольно-таки интересная механика. То есть не самым лучшим образом, говорю, работает, но в принципе нормально. Тут когда ты выдыхаешь, если кто-то ещё рядом, кроме как раз цели оказывается, то на него тоже влияет эта фишка. Естественно, когда наносишь удар, то есть существо тоже начинает агриться. Давайте забираем с вами это добро. Ещё одного птенчика сейчас просто развернём, чтобы он где-то здесь стоял. Он нам в принципе особо не нужен, но его можно там погладить, чтобы опыт давал. Ну-ка, опять же, это всё так ерунда. Это на самом деле, если использовать, то в выживании. Но честно говоря, это бесполезно, потому что есть обычные стандартные, там, не знаю, листрозавры. И лучше использовать их. Естественно, сейчас я его делал не для этого. Вот так. Интересно. Как тебя зовут? Булзапа? Ну-ка. Экипруйте седло. Ну, скорее всего, да, обычное на, естественно, жабу. Но я хотел забрать отсюда как раз токены. И попытаться сделать, я надеюсь, что это в инвентаре. А может быть и не здесь. Тогда ищем с вами здесь. Видимо, здесь всё делается. И создаём вот такой монумент. Тем временем нам нужно сделать седло для жабы. Вроде даже где-то седло для жабы было, у меня лежало. Но давайте просто скрафтим. Монументик сделался. Кстати, да. Чего ты простаиваешь? Простаивать абсолютно точно не нужно. Давайте ДНК. Обычные. Common. Или сделаем Excellent. Excellent динозавр. Давайте хотя бы штучек 100 закажем вперёд. Потому что простаивать точно не нужно. А монумент поставим где-нибудь здесь с краю. Чтобы он здесь стоял. Здесь никто не мешает. Никаких динозавров нету. Вот такая штукенция. И здесь как раз вот этот гибрид. Понятно. Морской. Забавная штука. Стой, пожалуйста. Кстати, стоп. А, у тебя зубы. Раньше у него зубов точно не было. Странный. Действительно, морду тоже изменили. Немножечко похоже на Ютираноса. Совсем чуть-чуть. Но не так классно, как предыдущие существа на самом деле. Так что давайте посмотрим, что эта непонятность из себя представляет. Ну, во-первых, урона от падения совершенно нет. Естественно, перемещается как обычная жаба. Ну, даже как-то побыстрее, повыше и подальше так прыгает, можно сказать. Ну-ка. Левая клавиша мыши. Просто урон. Да, просто урон. Но также есть небольшое количество оглушения. Правая клавиша мыши. Мне кажется, просто опять оглушение, но урона не было. Видите? То есть, как бы можно таким образом, естественно, усыплять. Можно вкачать сейчас урон ближнем бою повыше. Может быть, это больше как раз оглушение будет вкидывать. Но посмотрим, что у нее еще есть на других клавишах. Может быть, что-то полезное. Клавиша С. Как раз вот, пошел какой-то эффект. Плюс бонус к опыту на 112-120 секунд. И на клавише Х сейчас что-то было непонятное. Ну-ка, стоп. То есть, нужно очень четко ударить. И, может быть, лучше не москопса. Сламит. То есть, он замедлен тем самым, да? Си. Опять на Си перезарядка большая. Вот. Неплохо. Нет, слушай, а есть урон? Просто не отображается почему-то. Я вижу, что как раз здоровье отнимается сильно. Клавиша С. Ничего нету. Икс. Нет. Непонятные, на самом деле, умения, что они делают. А, на клавише С это, естественно, рык. То есть, на клавише С это баф. Все, я понял. Ну, в общем, просто на Иксе она замедляет по большому счету, чтобы можно было продолжать, видимо, усыплять. Причем баф действует не только на нее, но, естественно, на нас. Ну, понятно. Я не сказал, что это очень неудобное существо, потому что усыпить на нем будет невозможно. Ты просто убьешь. Слишком большое количество урона. Жуков, скорее всего, как и обычная жаба, собирает цементную пасту, но не более того. То есть, здесь особо ничего такого не прикручено. Да, на клавише Икс непонятные довольно-таки умения. Давайте еще раз попробуем на другом как раз карбонемис. Точнее, вот на этом карбонемис попробуем. Там Москобс был. Большое количество урона. Где-то 600, ну да, 600 было написано. Есть замедление, но не более того. Странно, что при ударе правой клавиши мыши не пишется урон. Смотри-ка, оглушение так на самом деле неплохо подскакивает. На 1100, 1400, 1500. А может быть ты еще оглушалась за счет того, что ты меня била? А-а-а. Тогда это совершенно другое дело. Давайте попытаемся согреть другую карбонемис. Вот это вот. Ударим. Пускай бьет. Да, похоже она оглушается, когда бьет меня, нет? Нет. Оглушение доросло до 2000 и все, и дальше остановилось. Ну в общем, если оглушать, то правой клавиши мыши оглушает действительно сильно. Где-то на 2000 оглушения. С учетом того, что наносит порядка 400-500 урона. Соответственно, она как раз для оглушения, наверное, используется. Потому что у нее на одной клавише замедление, чтобы от тебя цель не убежала. На другой клавиша оглушение. Смотрим. Я что-нибудь там еще сделал? Или я поставил просто ДНК? Нет, просто ДНК поставил. Давай отменяем. Идем обратно. То есть на данный момент мы посмотрели. Анкила, посмотрели амфибию. В морских существах. Мы можем тебя сделать из синтетического меглодон, плюс шипастый дракон. А здесь плезиозавр, плюс рыбу-удильщик. Видите, команд динозавра ДНА. То есть нам нужно уже, уже заканчиваются. Как? Вот хорошо, что я здесь их налепил огромное количество. Итак, создаем с вами следующего гибрида. Давайте посмотрим, что он умеет делать. Соответственно, здесь смешаны по хиринозавра ДНК и шерстистого носорога. У него очень сильная шея и хорошее бронирование головы, что делает его более защищенным. Соответственно, то есть он чувствует меньше боли, когда врезается в своих врагов. Соответственно, таким образом он будет наносить больше урона. То есть это, скорее всего, что-то типа носорога будет, только посильнее, чем стандартная версия. Плюс я еще тут немножко за кадром покрафтил ДНК, просто у меня не было возможности записывать. Соответственно, я просто этим занимался. И именно поэтому я предлагаю сразу за ним. Но давайте какого-нибудь летающего сделаем. Действительно, пускай это будет тропиогнат плюс дейноних. Здесь расчистим небольшую территорию. На самом деле, вот даже гибридов, смотрите, сколько уже получается. Вот это мне на самом деле в этой модификации понравилось, что здесь действительно очень много существ. Я сейчас, как всегда, задаюсь одним вопросом, какое на него используется седло. Ну, кстати, их нужно будет немножко растащить, потому что иначе пройти будет невозможно. Ну-ка. Да уж, как-то не очень, на самом деле, выглядят все вот эти существа, которые шерстистые, смешиваются с вот такими обычными. То есть в этом плане как раз раптор лучше всего получился с перьями. Эти все какие-то как-то по-дурацки смотрятся. В общем, попробуем это седло. Да, оно подходит. Ну, то есть тут нужно еще сразу, наверное, проверять вдруг какую-то отдельность. У-у-у, как все плохо. Ну нет, я вижу, что он там набирает ярость, разгоняется. Да, этих всех нужно отсюда убирать. Как я и сказал... Кстати, я в нем застреваю. Как я и сказал, они реально начали мешаться. Нужно делать проход, чтобы здесь никого не было. Так что вас всех быстренько переставим сюда. Давайте сразу его немножко раскачаем. Там, буквально, немножко урон в ближнем бою. Скорость качается фигово, вес у него изначально нормальный. Выносливость, я заметил, у многих из них очень слабенькая. То есть 200-300. И это, естественно, будет очень большой проблемой. То есть выносливости нужно гораздо больше, потому что она будет очень быстро заканчиваться. Ну, то есть стандартная такая фишка для носорогов. То есть он разгоняется, естественно. Голова как у похеринозавра. То есть я так понимаю, что мы можем просто бежать, бить всех подряд. Урон всего 2000, кстати. Это мало. Это реально мало. Об камни он запинается. Но было написано, что у него очень сильное бронирование. Ну, давайте попытаемся проударить тебя. А-а-а. 300 урона всего. Кстати, да. Слушай, а броня у него действительно есть. Потому что все-таки это модифицированный брон, то есть мы сейчас возьмем какое-то другое существо и на нем протестируем. Но, естественно, из-за того, что да, у нас как бы когда ударяют, мы теряем скорость. Из-за этого сражаться на нем не очень удобно. Правой клавишей мыши он ударяет передними лапами. Ух, какой же ты медленный. И выносливость у него закончилась. Клавиша C. Так, он рычит и подличивается. Давайте-ка его вытаскивать отсюда. Летим домой. Вот этот рык, он очень-очень большую перезарядку имеет. Ну-ка еще раз. На 6 секунд. Плюс 20% скорости. Минус 100 торпора. Плюс 26 стамины. За каждую секунду. Ну, такое, в общем, понятно. Так вот, я хотел на самом деле взять какое-нибудь другое существо. Подойти туда-обратно. И, ну, чтобы нас брон-то ударило. Посмотреть, какой урон будет. Ну, давай. Мы его, кстати, бьем по 800. А у нас по 28, 208. А этот Ютиранус и Диадон, у него класс танк, что ли, тоже, да? Потому что по нему даже меньше урона. Но и в чем смысл было тогда писать в описании, что у него там повышенная броня, все дела. Если ничего такого нету. Да, это Алазавр Диадон, а не Ютиранус, естественно, да. Ладно, бог с ним. Ну, вообще-то это травоядное, понятно. И класс у него гипер... гиперактивный, понятно. Ну, то есть, он даже не танк, он не хищный никакой. Соответственно, от него никакого толка и нету. Ну, ладно, у нас с вами зато уже должен был сделаться, вот, да. Трапиагнат и Диноних. Вот можно будет его протестировать, а сразу за ним мы с вами сделаем, ну, например, как раз магмозавра и волка. Давайте, разворачиваем. Опять же, нужно седло. Седло на него делается отдельное, довольно-таки дешевое, как видите. Потому что, если бы на него нужно было бы седло на трапиагната, это было бы дичь, потому что оно очень дорогое. А делается, естественно, в кармане. Ну, я думаю, он также может летать, как и остальные. Красиво выглядит. Вот это, конечно, смесь странная, но при этом довольно-таки интересно сделанная. В отличие от той же топижары. Ну-ка. Давайте, разворачиваемся обратно. Ух. Стоп. Подожди. А-а-а. То есть, ты как бы не совсем летаешь. Ты как до иноних подпрыгиваешь. И дальше, если мы с вами удерживаем пробел, он будет парить. Слушай, забавно. Ну-ка. Урон, кстати, неплохой. 150. Это изначально, естественно, не прокачанный. Мы можем тебе вкинуть немножечко опыта. Выносливость я вообще не заметил, чтобы особо тратилось. Прокачаем, естественно, урон. Можно также скорость передвижения качнуть, по 2% качается замечательно. Кстати, такое редко встречаешь. Даже вот если какое-то модифицированное существо, ему редко добавляет прокачку скорости передвижения. Плюс, когда мы с вами парим, у нас абсолютно не тратится выносливость. Это круто сделано. Ну-ка, правой клавиши мышь, удар когтями. Клавиши С. Это просто рык. Возможно, что есть какой-то баф. Да, это баф, как у рапторов. Он тебя подлечивает и дает больше поглощения урона. То есть, соответственно, у нас лучше броня получается. Ну, давай ты встанем. Ударь меня. 208. Вот. Даже он сильнее, чем похеренозавр с этим... С носорогом. Ну, это забавно. Ладно, хорошо, постой. А ты можешь цепляться, как это делает дейноник? Правой клавиши мыши. 4146 и... Кровотечение. Ладно, давай так прыгнем. Хм. Нет, в прыжке не получается правую клавишу мыши нажать. Только, может быть, левую? Да, можно левую нажать и все. Урона падения? Нет, урона падения нет. Но, кстати, вот эта особенность, если не ошибаясь, у него у первого, которого есть, что вот так вот как раз крутощение накладывается, урон, конечно, не запредельный, но он, если не ошибаясь, идет в процентном соотношении к тому здоровью, которое у существа. С таким образом я его вполне даже съесть могу. Хотя мне немножко не хватает, конечно, здоровья. Но это еще и потому, что мы не до конца прокачали, но тут, правда, и прокачивать не так много осталось. То есть всего буквально пару уровней. Десяточек. Так, давайте-ка подсвалим отсюда, пускай они сражаются с ним. Мне просто интересно, насколько далеко можно на нем прилететь. Если я убираю руку с пробелу, он начинает падать. Все понятно. И он моментально отпрыгивает, если у тебя зажат пробел, и летит дальше. Ну-ка вот туда долетим. Давай-давай-давай-давай. В общем, очень странная механика. То есть он вроде как бы и парит, но при этом очень, ну, то есть непонятно, как ему управлять в этом состоянии. Просто летишь вперед и летишь, по большому счету, и все. Ладно, это интересное существо, это мне уже понравилось. Первое существо как раз... О, что-то там схомячил. Первое существо в этом классе, то есть во втором классе, которое действительно прикольное. Дальше у нас с вами пойдет магмозавр. Магмозавр там потихонечку портиться начал, поэтому следующего делать сейчас не будем. Хотя нет, давайте все-таки сделаем. Я бы хотел сделать как раз обоих морских. Мне не хватает немножко обычных ДНК, и вот это на самом деле проблема. Вот у меня здесь еще common mammal, то есть млекопитающих, и обычные. То есть сейчас вот эти ДНК добиваем, и дальше опять придется сидеть. Перед выпуском я просто несколько часов сидел и крафтил ДНК. И вот так вот. То есть хотел сделать сегодня выпуск, но у меня тут то одно дело, то другое. ДНК крафтились, и он сегодня не выйдет. Сегодня получается вообще ничего не выйдет из-за этого. Ладно, хорошо, это нормально. Это у меня такое бывает сейчас. Потому что времени не так много, как хотелось бы. И сделал я очень большое количество ДНК млекопитающих, вместо того, чтобы сделать обычный common. Давайте сейчас их закажем. Надеюсь, что здесь все есть. А, здесь не хватает сырой рыбы. Странно. Вроде была рыба. Ладно, заберем отсюда, сейчас перекинем туда. 4 тысячи пока что хватит. Заказываем с вами ДНК. Я очень много экселлент сделал. Соответственно, экселлент, возможно, хавали вот эти вот. А также у нас с вами есть 10 зеленых токенов. Ну-ка, монумент. Сколько мне нужно их? Мне нужно 15. То есть, мне нужно так или иначе потратить еще ДНК, чтобы сделать дополнительных 5 существ. И можно было поставить еще один монументик. Ну и сразу же закажем с вами, естественно, мегалодона и шипастого дракона смесь. Так, тебя забираем. Близиозавр и удильщик. За удильщика можно просто цепляться и плавать без седла. Я надеюсь, что здесь та же самая история. Потому что с седлами, ну, самый большой геморрой. Но по большому счету, то есть, из-за того, что у нас большое количество ресурсов, их просто нужно выучить сделать. Просто порой бывает из-за того, что ты не знаешь, кто именно, чье седло используется. Ну, здесь явно у нас с вами плезиозавр. Сейчас принесу. Да чтоб вам пусто было, а. Блин, здесь тоже отдельное седло. Я вот думаю, что в нем такого может быть крутого, если... Здесь добавили удильщика. Зачем это, в принципе? Огромная-огромная шея. Я даже не вижу почти головы. Жесть. Странно выглядит. Ну, ладно. Давай немножко погрызем. Урон 209. Интересно, а на суше ты можешь выбраться, нет? Нет, на суше он выбраться не может. В инвентаре. Я не вижу, чтобы он что-то крафтил. То есть, ладно. Правой клавишей мыши. Он испускает. Я застрял. Он конкретно застрял, ничего не делает. Ладно, давайте его отсюда сейчас вытаскивать. Потому что он иначе сейчас сдохнет здесь. Иди сюда. Клавиша Х. Правая клавиша мыши. Вообще непонятно, что он делает. Но это, в общем, сейчас прочитаем с вами в описании. Потому что таким образом... Да, он что-то сканирует, но... Непонятно что. То есть, существование не отмечается. Ничего не происходит. Это скан как у паразавра? Может быть. Откуда у него взялось оглушение? Оу, на тебя нападают. Прикольно. Но он, видимо, просто агрессивный. И нападает на всех. Его укусы накладывают кровотечение. Такое классическое. С переломом. Понятно. На самом деле он силен. Потому что у него отличная броня. Как видите, нас это чудовище вообще не может пробить. Мы спокойно спиливаем ему где-то двадцатку здоровья. И это совершенно не прокачанный особь. Мне это нравится. То есть, если мы ему закачиваем сюда опыт. Вкидываем все в урон. Естественно, можно здоровье подкачать. Ща-ща, подожди. Опять же, как всегда, очень мало выносливости. Ну вот, совсем другое дело. Ооо, вот это я понимаю урончик по тысяче. Потому что до этого это было вообще ни о чем. Этот гибрид функционирует как система предупреждения. Ну, как сигнализация, я так понимаю. Он может замечать врагов при помощи своего сонара. И может испугать хищников. То есть, при помощи своего рыка. Но, честно говоря, ни то и ни другое я не заметил. Сонар, видимо, не срабатывает так, как нужно. Потому что, ну там, хищники вроде были. А может и не было просто хищников. Ну и, честно говоря, никто шибко не испугался. Ладно. А вот мегалодон плюс шипастый дракон. По большому счету шипастая акула, которая может использовать свой яд для того, чтобы, видимо, усыплять других акул. Либо побеждать, соответственно, других акул. Ну-ка. Давайте, знаете, что сделаем? Из-за того, что это такой огромный мегалодон, да, мы можем слезть с него. Просто посмотрим. То есть, добавлена текстура шипастого дракона. Вот эти вот как раз чешуйки с иглами. Сам мегалодон, в принципе, не шибко изменен. Он сделан просто немножко побольше. Да, добавлены шипы. Есть какие-то непонятнейшие изменения в роже. Я просто не могу понять, что именно изменили. Это нужно... Это просто сейчас нужно к другому мегалодону подплыть и попытаться сравнить их. То есть, чтобы рядом можно было увидеть, кто из них больше, кто как выглядит. Давайте немножко оставим сейчас опыт, чтобы можно было выносливость еще докачать. Но, честно говоря, выносливость прям на раз-два закончилась вся. Оу. Он вертикальный ряд как раз шипов выстреливает вперед. Это будет хорошо видно вот так вот. Во-во-во, вон полетели. Хм, забавно. Клавиша C, X, Ctrl, нет, ничего нету. Выстреливает откуда-то из носа. С другой стороны, так очень легко вцелиться будет. Интересно, они усыпляют или нет? Укусы накладывают кровотечение. Вот это мне непонятно. Почему кто-то накладывает именно кровотечение, а кто-то вот эту фигню под названием маскалились? Ерунда какая-то. Воу. Рекс. Хм. Я думаю, что это не самая лучшая идея нападать на робота Рекса. Явно нас съест. Вон как раз плавает. 340-й, 5000 здоровья. Я просто хочу подплыть и как бы поставить их рядом. Чтобы можно было сравнить. Ну-ка. Хм. Именно сравнить морду. Но нет, но примерно одинаковая. Здесь больше каких-то таких разломчиков, шипов. Более тупая морда в плане именно геометрической фигуры. Немножко даже на белую акулу похоже. Потому что у этих... Да, более заострённая. Немножко по-другому выглядит. То есть вот это ещё изменено. То есть всё-таки с текстуркой разработчик посидел, позанимался, да? А вот размеры у них одинаковые. Я почему-то показал, что это больше. Нет, размеры одинаковые. Но укусы сами видите, да. У нас гораздо-гораздо сильнее. Блин, это прикольно. То есть хотя бы какое-то такое нормальное морское существо. Потому что плезиозавр мне не очень понравился. Да, он сильный. Но он крайне неповоротливый. То есть из-за своей длины, естественно. Он крайне неповоротливый. И можно спокойно влететь куда-нибудь под текстуру. И потом его оттуда просто не вытащить. Потому что боковых поворотов у него практически нет. Очень сложно им управлять было. Мне всегда было интересно, что будет с существом морским, если с ним телепортироваться на суше. По идее оно просто задеспаунится или умрёт. Либо просто не телепортируется. Сейчас проверим. Я просто хочу вернуться домой и сделать ещё одно какое-нибудь существо. Таким образом мы с вами посмотрели на три класса полностью. То есть это, естественно, амфибии. Нет, он не телепортировался мне как-то. Так вот, амфибии, морские существа и, естественно, всеядные. И ещё там были травоядные. Единственный класс, который у нас во втором остался, это хищники. Но на хищников тут нужно очень много ещё ДНК. То есть, как видите, мне прям excellent mammal нужно. Это можно сделать, но это ещё нужно очень-очень много времени. Потому что всё полностью было потрачено. Так что предлагаю протестировать последнее существо, которое мы с вами призвали и просто не стали ещё смотреть. А это, естественно, смесь волка и магмозавра. Из него получился вот такой магмоволк какой-то. Как тебя зовут? Нет, меня-то понятно, как зовут. Тебя зовут Фрост Варк. Хм. Прикольно, кстати. Стоп. Чё такое было? Это я зажал пробел. Но он почему-то не прыгнул. Опять же, просто скрестили 50 на 50. Выглядит это, конечно, не так круто, как хотелось бы. Я, честно говоря, совершенно другого ожидал. Но мне нравится смесь вот именно головы. Вот в этом плане. То есть, одновременно. Вот это свечение, прикольная шкура. Это классно сделано. Правой клавишей мыши. Ну-ка, Си. А, он принюхивается. Прикольный. Сел как волк. Я и забыл, что у волков появилась эта механика. Раньше этого не было. На Иксе. Это что за заморозка такая была? Так, это нужно протестировать на ком-то. Авераптер, иди сюда. И что это нам дало? Он замерз, не замерз? Ладно. По статистикам у него... Ну, все примерно так же, как у других динозавров. То есть, я заметил, что действительно разработчик сделал их примерно какими-то такими унифицированными. Очень мало кто отличается. То есть, там, в очень сильный урон. То есть, ударен, да? Или еще что-то такое. Во. Мы с вами видим подраненых. Стандартная фишка волка. Мы с вами видим трупы. Стоп. Что мы там получили? Мы получили мясо и еще что-то. А, это скин очки ботаника. Господи, ничего интересного. Я думал, что-то особенное. Но прыжок... Я не понимаю фишку прыжка. Давайте прыгнем рядом с додошкой. Он не наносит урон. Клавиша Х. Какая-то странная заморозка, наносящая урон. Это, видимо, АОЕшный урон. Просто добавлен этому как раз существу. Чтобы он мог по области бить. И есть небольшое замедление там. Совсем-совсем ненадолго. То есть, если сейчас мы тебя не убьем, 340 уровень. То увидим это дело. Да, видите? То есть, промерз до костей. Бону фриз. Соответственно, он там 3-4 секунды не может двигаться. Из-за этого там есть возможность его прогрызть. Но это редкий удар. То есть, у него очень большой откат. И на правой клавише мыши он вообще ничего не делает. То есть, вот такая вот смесь магмазавра и волка. Забавное чудовище. Но большого применения я ему не вижу. И, честно говоря, мне не очень сильно нравится. На данный момент мое самое любимое существо. Это смесь мартышки и паука. Вот это действительно прям суперудобное в обращении. Очень быстрое, маневренное. Довольно-таки сильное существо. И просто оно какой-то отдельный кайф доставляет, когда на нем передвигаешься. Этот волк, он просто похож на обычного волка. Вот и все. Ну что ж, предлагаю сегодняшний выпуск на этом завершить. За кадром еще на крафче, естественно, ДНК. И в следующем выпуске продолжим смотреть второй класс. И, может быть, даже перейдем к первому. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok